всем здравствуйте я возвращаюсь к вам с геройским марафонов марафонов что были марафоном с геройским марафоном возвращаясь к вам мы уже добрались до 5 части одна из моих любимых частей правда которые тоже уже давно не играл ну что будем вспоминать и надеюсь у меня все получится слишком убить не буду а то когда мы свое время с моим напарником игроком записывали турнир по пятым героем было довольно таки много критики что мы много чего не делали во время боев вот ну играли как могли старались использовать все наши навыки но к сожалению всего не учтешь итак поехали одиночные игры я тут попытался скачать карту 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 потому что те карты которые есть по умолчанию я в них свое время во все переиграл в какие-то больше какие-то и дабы мне было интересней вот ну и хотелось карту поболее вот нашел тут карту по отзывам многие говорят что неплохая ну надеюсь нам она тоже понравится как мне так и вам просмотрим так будем играть на ветеране будем играть за эльфов да я за них планирую в пятой части играть у нас уже были люди варвары маги и нежить добрались таки до эльфов возьму одного из самых читерных героев винга эль которого с каждым поднятым уровнем инициатива если я не ошибаюсь дружеских юнитов увеличивается так ну а комп и пусть как будет кого им дадут того и дадут в общем меня шесть врагов и поехали римляне высадились у наших берегов путь к морю перекрыт мы не можем сесть на корабль пока не разделом с этими захватчиками карта называться все дороги ведут в рим играем на если не ошибаюсь возле опеннинского полуострова в общем италия территории собственно так же я подумал раз карта большая значит есть шанс раскачаться уровня до 30 может даже до 40 и я попробую раскачать спецнавык эльфов это эльфийская удача или как она называется я уже посмотрел в колесе умений что там надо качать конечно не все навыки мне нравятся но придется может кому будет также интересно посмотреть за все время пятых героев у меня вроде то ли один то ли два раза я смог раскачать спец умения это когда я проходил кампанию за гномов вот и и не помню максимально сделал графику смотрите водичка какая прямо такая супер-пупер да даже сейчас игра 2000 какого 7 на году что 10 лет прошло хорошо смотрится молодцы наши разработчики ну а дальше вы знаете серия пошла по тихой войне за так снова возвращаясь к вам произошло к сожалению зависание игры надеюсь она не часто нас будет доставать потому что и запись вниз при этом срывается игровой процесс конечно приходится постоянно возобновлять так еще раз она видео это уже на не попадет закупаемся подводой так здесь у нас уже что-то построено таверна кузне форт ну слава богу давайте тогда деньги сначала построим братва тоже куплено сразу разделим наших ребят бравых от широких существ пока что так сделаем надо будет потом эльфа встроить так я не помню сказал я нет потому что записалось нет потому что часть видео после зависания игры обрезалась вот но еще расскажу буду пытаться спецспособность эльф прокачивать так как карта может позволить так образование возьмем образование возьмем и еще а ну и все там у меня дальше надо будет брать логистику удачу и маги света так как тема и бревна камня чё за фигня почему драгоцежки тут лежат под носом ладно опыт логистика до логистика нужна вообще в 5 герой хии не брал предпочитал что-то другое хотя она тоже полезно вот она нет некоторых существ высокого уровня это лагерь беженцев кстати она тоже неплохо со своей способностью заклятый враг там у нее сейчас почитаем там процент какой-то вот все существовали солнце пока магира наносит заклятым врагу на два процента больше урон за каждый уровень представьте допустим где-то средний 20 уровень да это на 40 процентов больше урона вот я помню с другом мы играли карту но мы как делали защищали всю карту и потом в конце друг с другом в бою схлестывались и вот у меня была возможность сделать не троих любимых врагов от четверых у меня там кулон что ли был который позволяет дополнительно открыть вот но я поставил седьмого уровня у него существова 6 5 4 и благодаря этому вот этим суперспособности дополнить урона они у него просто разлетелись щепки и он сейчас вообще не понимал что за хрень а потом мы когда вот эту штуку просмотрели что и увидели что эта фишка довольно таки клёвая вот в будущем я не помню мы уже вето на нее наложили чтобы не брали ну понятно что на обычных картах когда ты играешь там эти любимые существа надо постоянно их как это сказать постоянно насчет подраться с ним потом съездить замок поменять и прочь вот а если играть по определенным правилам и как мы играли мы-то в финале между собой встречаться то можно всякую фишку такую пора проделывать более но почему так не везет бревна хранят стрелки я думаю может быть какие-нибудь пешеходы типа крестьян или там я не знаю кого скелеты не улучшены один из конечно таких минусов у пятых героев это то что компьютерные враги ходят но очень медленно даже сейчас на современных компьютеров они продолжают ходить гораздо медленнее чем в тех же шестых или седьмых героев то есть даже не знаю с чем это связано тут чуть 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 6 игроков напомню если с кем ты играешь вдвоем за одним компьютером то есть так а друг друга ждешь когда походит еще и когда ждешь этих компьютеров в те времена и компы послабее были так они там еще раза в два медленнее ходили просто жесть так может здесь кого затарить чтобы помогал убивать он ничего себе давай давай пригодишься парень ну все бревна нашел поехали убивать гремлин жанских кстати я удивлен что здесь на предпоследуемую службе но достаточно много ресурсов дают не в пример третьим героем так 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 вот это да у нас эльф эльфы нам нужны их беречь надо и x и бревна нам нужны оставить героя сундук или бог с ним золото взять вот вот у руда ну руду хоть ходуны охраняет для эльфов бревна первостепенная это чё указатель чё покажешь а здесь закрытый и вон дракоши стоит окей да наверное надо будет постоянно паузу жать когда будут враги ходить потому что ну бывает момент когда они как-то ускоряется но на определенных этапах это замедляет игровой процесс на коричневый доходил санки ахоуда не тут перешагнуть то шешу ребята я драгу цинь штукишки еще золотишко здесь кто у нас феи точно феи давайте поставим так удачу берем увидите нам плюс один защиты дало образование так и еще надо магию света и все давайте сохранимся на двоечку и уже там единичку создал ну чё грим сдавать нормально согласен согласен с потерями не плачу золотая шахта давайте сразу магистрат блин мне всегда забавлял этот у эльфов такая стена тут стоит охраняет а здесь блин заходи кто хочешь справа слева не будешь хотя по всему периметру сделали эту как-то блин представьте в среднем сколько они сколько я вот жду полминуты в лучшем случае он будет засечь но полминуты да допустим за час игры сколько раз я ход кручу но даже штук 20 раз до 30 ну 30 возьмем по полминуты 15 минут просто уходит на ожидаемыми так следующий гоблины вы молодцы какие без потерь меня деретесь прям красавцы он у меня майки тратить не знаю ну вроде должен тратить так давайте сундучару я возьму так фей а еще замок ничего себе чувствую будет тут мощно мощная война на смысле как посмотреть то вот так только давай сразу передам что ничего по умному не сделал я уже привык последней версии мода третий герой перетаскиваешь он автоматически одного оставляет странно что только к шестой части додумались оставлять герой вообще без юнитов просто если на него нападаешь он автоматически умирает и все чем надо было вот эту канитель с одним юнитом придумывать непонятно так дэнш из дунхэнш потом цитадель построим кэш обалдели в 5 герой в цитадель за 5000 если проецировать к третьим до в третьих там стадель 2 500 и 5 руды а здесь и 5 брен и 5 руды и еще пять тысяч хотя насколько я помню первоначально в первоначальной вообще версии там вообще на стол 10 10 и 5 тысяч и есть такие определенные моменты в дороговизне некоторых построек коричневый да коричневился так что у нас тут я это выжженная земля могилы скелеты стоят крестьяне еще одно охраняет конюшни можно было и побольше накидать о это эльфа же да 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 так все сразу тогда к ним эльфы мне нужны ну попробую еще шаманок дребнуть давайте опыт возьмем так на эльфийскую супер удачу нужна солдатская удача и ливень устрел ну начнем солдатскую удачу в первую очередь буду брать навыки которые влияют на приближение к навыку эльфийскую удачу тэк сохраняемся я не помню если тут вообще быстрое сохранение или нет 7 эльфов не хочу тратить не под каким предлогом так поэтому будем пытаться прикрываться блин я не знаю этих подставить не подставить ладно может стоило сначала купить эльфов а потом на них идти ждем ждем это явно хочет палаточку трахнуть блин до феи добегает она я схожу два раза до нее а это докуда дойдет а значит я смогу ударить и сипасы сделать потом не 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 1 2 молни 4 давайте эту пока бить блин кривая стрела плеха 2 без повозки у меня были вообще быстро расстроить свои свои выстрелы 12 стоим ждем так одну одну что у меня тут есть инициативу так одну или кому инициативу понизить может этой понизить пусть пока там 3 часа ползет так закрываем вот так уже не дойдет ждем здесь отойдем а зайки зайки куда это ты пошла ему не думать молния посильнее по башке это что то там тактически работает так давай инициативу понижай отлично сейчас у меня еще стрелки походит можно конечно ударить ладно не будем хотя чё ждать надо пропускать пропускаем этим подождем сейчас молнии все залетаем все залетаем 5 5 до 5 7 до 5 7 дождем блин а у нее спала эта фигня и это там закрыт и это там закрыт ёпу бери давайте тогда так что ли все сейчас эльфа долбанут будет вообще плохо надо закрывать уже не дома ну давай 34 оп оп может так или замедлить поможет ну ладно этих не так сильно жалко как стрелков и все отлично она пойдет так нахождение пути мне надо да надо нахождение пути отлично тоже взяли пикс этих отряд надеюсь не отряд октябре от не так много ну но молодцы вообще классно без потерь 18 задницы на разгрузку подъехал к дереву здесь третий уровень блин лучше проник был построен давайте для денег построим пока пусть для денег работает да и за эльфами надо успеть гонить так а здесь мы строим а блин да я же стон хэнш построил а потом цитадель значит меткос наоборот я сделал все вот так ну даже вверх можно построить за 20 брен обалдели что ли зачем мне вверх когда вот вот тут уже все есть а или это просто лодка корабль так старт что трудно сказать чем он когда-то был можно это станки галеон или это даже не корабль а просто непонятная штука вообще я планирую около часа поиграть первую часть и можно примерно будет ну пока что я вырезал только как компьютерные игроки ходили вот ну и можно будет примерно посчитать сколько на записи времени займет вот вычесть из часа и увидим сколько компы ходили орда низкая 1 3 ладно пойдет эльфы мои верные это чё дерево знаний дерево знаний о к какого кого пригодятся удачи during a фигня почему минус в бесе тут здесь фонтана что они могут минус дать минус на минус плюс сундучок и золота хочется опыта на руку так смертельный выстрел вроде тоже нужен нам надо к замку подъезжать скоро будет неделя прироста точнее остановимся у конюшни чтобы заехать и на неделю снарядить себя ого, тысячу перемещения здесь что скорость дает, а вот и верфь а вот и кристаллы а здесь что? энты а, или здесь драться надо за какую-то фигню о, это я значит вверху Италии нахожусь подземного мира нету так, во втором замке строим феи или рынок ладно, пусть феи прирастут а в этом построим мне больше энта нужны чем демороги они могут хорошо держать оберенную магию бы света еще и было бы вообще все классно тири-ти-ти-ти далеко куда могу о, золотая шахта золотая шахта золотая что-то там делает не знаю текс можно и заодно потом сюда заехать здесь тогда давайте рунок последние бревны стратим чтобы потом дешевле менять а здесь нихрена потому что здесь на все нужны бревна три бревна один кристалл ртуть драгоцешки что ли поменять драгоценные на дракона нужны японская сила тут же у меня нет рынка то есть будет дороже все стоить два только бревна ну камень опустим три бревна и что там еще и один кристалл ай ладно бог с этим единорогом подождите может собаки забрать давайте попробуем чем черт не шутит сейчас отнимем драгоценную ну и будет на что поменять тем более эльфов прикупил пять штук не очень не очень собаки конечно такие кровожадные твари тут 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 так встраиваем оборону оборону тебе вперед погнали опять если не эльфов терять то кого надо единичек только добегаю блин надо было этого сюда выставить чтобы хорошо 4 7 кривой так 3 либо замедлить шипами сколько тоже 3 поможет замедление это не знаю по морде 2 5 хорошо но тут вон собачка другая есть ну ладно а вон я еще у меня эльф страни блин надо все-таки тем туда вставать я просто боюсь я вдруг двадцатки сейчас как-нибудь мораль сыграет ладно пятерку лучше эту одного завалило еще одно завалило ой япона мать смотрите что происходит сейчас она еще расходить твою налево ну что же за фигня такая 4 6 7 может повезет может откинет назад нет давайте попробуем ну давай откинь вот так блин защиту бы взял магии свету нужно так развитая логистика берем успели шахту отхватить и драгоцешек дракончиков посмотрите можно 10 драгоценных на кристаллы один кристалл ртуть и чуть чуть там же 10 да будет или 5 не помню уже так да 10 блин жалко там на драконов потом ну-ка сколько там а там и тех и тех надо будет пятнашки вот так вот так вот брян не хватило ладно нет так нет обойдемся неделя воробья не слишком хорошей недели если ты червяк ну я надеюсь мы не черви кошмары нет они нам мораль только испортят жестко жестко морялись пертит так поехали в замок сейчас отправим караваны из жилищ вот эти поезд того замка два дня будут идти нужны нам эти ребята пацаны или не нужны лан пацанов пока не берем только пусть феи еще не все два дня тут пару шагов пройти как всегда на бревнах застряли надо рынок строить чтоб дешевле было еще не могу построить здесь что сотни здесь враг да или друг прям хоть какую-нибудь мельницу бы поставили что ли куда мне еще ехать сюда еще не ездил так а здесь что можно построить без бревен случайный ресурс дает самоцвета дает случайный ресурс коричье кстати быстрее у него только начинается иди эта штучка он лоб уже побыстрее вроде стали ходить а я так посмотрел то карта уже и не выглядит такой огромной допустим я тут один вот такая территория нас еще семь человек тут второй третий ну тут короче как-то они я думал тут побольше она такая не особо так большая едут 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 наши повозочки где еще ордониска а вон еще можно даже прям так забрать сидеть ждать ладно давайте так сделаем так что можем построить фею улучшить единорогов пять кристаллов рынок будет рынок еще там пятнадцатый же уровень да нужен на капитуле да так возьмем пять деревяшек всех эльфов короче всех стрелков берем и танкобота все затарились сколько этих группа очень низкая очень низкая у них самооценка не хочу преследовать стрелков так горгуши молодцы так держать деньги нужны ладно давайте деньги возьмем стал единорожку бесы ничего не вижу что тут все там уже край земли вот этих можно преследовать золотая шахта отлично друиды не очень кстати вот и мельница ну давайте попробуем друидик завалить трешечку создам друиды получаете 16 это много видимо у них инициатива очень good очень good инициатива была бы лучше на фея я бы долетел педик первых ходит фея тоже жертвовать не особо хочу может этим пожертву давай долбаним 4 вяло мне меня стрелять 5 у 1 3 чё так слабо то парень пам пам на нах десятка ушла может одних энтов попробовать оставить сколько я потеряю ну и раздели там я не знаю фей а ну чё у меня же места не будет да у меня места нет столько вот так вот этого парня оставить да 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 они все я понял блин проблема в том что он не добегает давайте замедлим поможет 38 на две ступени вперед блин чё я так встал я уже не закрыл о отлично мораль помогла на тебе тварь чё ты там своей палкой тычешь шаной своей палкой один 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 давайте так качался молодец 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 двоих красавец же да молодец прокачиваешься подписан по щем одному потеряли уже все это было бы все которые воскрешают можно было давайте этому дали просто укорениться жалко лечение как он нет а я же у маги свет там это регенерацию то я поставил пожалуйста не умирай у тебя там еще осталось всеми жизнью блин она вовсе таки этого 23 тогда если я сейчас войду этот вы станет 55 по щам лично я еще хожу парень только не вздумал умереть 28 жизни нормально все 1 лентой ладно на 1 это я согласен так бесшумный преследователь нужен да нужен еще дает вообще врагу будет казаться что все отряды команда героинство только из самых сильных существ конечно бесполезная штука но учитывая что мы пытаемся прокачать нашу супер-пупер способность ждется на все эти все отлично золото есть так до этих пинтиков 6 труды классный блин это хорошо нормально таки все золото есть можно обучаться обученный мститель давайте какой я уже уровня 10 блин довольно таки быстро набрал третий героев вроде не так быстро можно набрать 10 уровень точник вечной молодости а вот и дешевый рынок так надо что-то построить чтобы открылся капитулий может этих или поменять пруду на два бревна 1 к 7 ну куда идет а ртуть вроде не идет ну ладно давайте единорогов наконец-таки поставим потом капитолий замок и на драконов будем копить все на этом я думаю давайте закончим хорошо мы так развились за все это время врага пока не видно думаю будет все нормально увидимся в следующей части всем пока